И последнее. В промышленные предприятия Якутии в течение трех лет трудоустроят 10 тысяч жителей республики. Приоритетное трудоустройство местного населения. Такую задачу поставил глава Якутии Егор Борисов с учетом темпов развития промышленности. Тему продолжит Любовь Васильева. Развитие промышленности увеличивает потребность в квалифицированных кадрах. В связи с этим республика строит взаимовыгодные отношения с крупными недропользователями. И совместное решение вопросов привлечения местных трудовых ресурсов – ключевая сторона соглашений с промышленными предприятиями. Сегодня на промышленных предприятиях республики работают около 37 тысяч человек. Из них порядка 14 тысяч специалистов заняты в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и 23 тысячи в добыче прочих ископаемых. Глава Якутии Егор Борисов инициировал программу «Местные кадры в промышленность», направленную на повышение мобильности трудовых ресурсов. С начала реализации проекта уже подписано 15 соглашений с крупными компаниями, в числе которых «Алдан Золото», «Мечел», «Якутуголь», «Колмар». Нужно переобучиться специалистов такого класса, который требуется предприятию. Их просто нет в этих улусах, люди ищут работу. Поэтому мы работаем с центрами занятости по тем профессиям, которые нам нужны. Компания «Колмар» предлагает своим сотрудникам лучший соцпакет на Дальнем Востоке. Обеспечивает общежитие. Электрослесарь Андрей Ягуловский из Нижнеколымского улуса считает, что хорошая мотивация дает возможность расти. Сейчас учусь на высшем образовании, тоже в Якутске по специальности. Устроился быстро, сразу влился в коллектив. Все молодые, перспективные, хорошо работают. С начала года уже трудоустроены 800 человек из числа жителей республики. В течение этого года, по прогнозам компаний, будут открыты дополнительно 954 вакансии. Я вообще надеюсь на вахтовый метод, если честно. Но в принципе, господи, почему бы и нет. Детей нет, жены нет, поэтому в принципе ничего не держат. В промышленных компаниях существует потребность в следующих рабочих специальностях. Машинисты, тяжелые землеройные техники, экскаваторщики, водители большегрузных автомобилей, проходчики подземных горных выработок, операторы нефтяных и газовых скважин, электрослесари и другие. Приехал с Олёпинского улуса. Был тут проездом, город понравился. Маленький, компактный, с культурой развитой. Как бы из-за этого сюда и переехал. Чисто аккуратный город. Я заканчивал технику, у меня как бы все удостоверения были. Глава Якутии ставит конкретные задачи по трудоустройству 10 тысяч жителей республики на промышленных предприятиях в ближайшие три года. Это речь идет о подготовке тех специалистов, которых раньше не было здесь. Это очень большая долговременная программа. Мы должны сегодня заниматься тем, чтобы закреплять наши кадры, потому что просто так с улицы брать или захотел, пришел, такого подбора кадров уже в высокотехнологичных производствах не происходит. Поэтому нам, якутианам, придется очень крепко задуматься, готовиться. Для достижения этих целей созданы все условия для переобучения желающих, в том числе и безработных. Граждане, желающие трудоустроиться в промышленные предприятия республики, имеют возможность пройти бесплатные курсы переподготовки и практики через центры занятости. Любовь Васильева, Максим Ростовцев, Галина Якимчак, Айала Мосов, НВК Саха, Нерингри, Якутск.